Давайте все будем просто заниматься, да? Но с другой стороны, говорится, что раз уж женщины отличаются от мужчин, возможно, как-то нам нужно сделать нашу практику более плавной. Возможно, некоторые практики йоги не подходят для девушек. Меня слышно? Простите, я что-то не прошу. Может быть, какие-то практики не очень подходят для женщин. Потому что ведь мы различаемся не только внешне, но и внутренне, но и гормонально. И вообще по ощущениям нашим мы немножко другие. Но давайте, если говорить уже с точки зрения позиции физиологии, да? Именно речь идет о физических упражнениях по хатха-йоге. Женщина, она, ну, скажем честно, да? Хоть мы сейчас все говорим, что женщины, они такие сильные и наравне с мужчинами. Но тем не менее, с точки зрения обычной физиологии, мы менее выносливы. Состав гормональных гормонов у нас тоже разный. Мы по-разному реагируем на разные стрессовые ситуации. И установлено, что вот для женщин длительные, мощные задержки в асанах даются достаточно сложно и тяжело. Нам больше подходят какие-то динамические больше практики или практики на расслабление. Поэтому, когда, если говорить о том, что для женщин какую-то другую практику создавать, ее, в принципе, создавать можно, потому что в йоге есть один очень хороший, важный принцип. Называется он ахимса. То есть не навредить и относиться к себе с любовью, чувствовать себя, понимать себя, да? Ненасилие, принцип ненасилия. Это одна из самых важных. Если бывают женщины, которые приходят на йогу, не все приходят из спорта, чтобы, не знаю, покрасоваться в красивых позах, да? Многие, все-таки, сказать честно, приходят, имея какие-то проблемы. Проблемы со здоровьем, проблемы с позвоночником, проблемы с гормональным фоном, эмоциональные проблемы. Просто отвлечься, просто побыть наедине с собой и почувствовать себя. Просто отвлечься от всех этих рутинных ежедневных дел. Поэтому такие практики релаксационные есть, как йога-нидра, длинная шавасана. Женщинам это очень полезно и нужно. Такие дыхательные упражнения, как глубокое спокойное дыхание, дыхание животом, дыхание маткой, задержки дыхания и подтягивания живота вовнутрь. То есть различные-различные практики, которые с разных сторон влияют на здоровье женщины. Но давайте мы все-таки определим, какая польза существует в йоге для женщин. В первую очередь, йога смягчает менструальную боль, облегчает симптомы ПМС, налаживает работу эндокринной системы, замедляет процессы старения. А также, если многие девушки у нас ходят на каблуках, как следствие охождения на каблуках, это деформация стопы, варикозное расширение вен. То уже йога очень хорошо помогает при этом. Ну давайте все по порядку, каждой проблемой по порядку. И сейчас здесь вы уже можете какие-то практические заметочки себе делать, если вам нужно или фотографировать, снимать. Итак, первое, так, йога смягчает менструальную боль. Наверное, ни для кого не секрет, что во время критических дней у женщин может сменяться настроение, у кого-то упадок сил, у кого-то... Кто-то задал вопрос? Нет? Некоторые, вообще, в некоторых практиках йоги вообще строго запрещается заниматься какими-то физическими упражнениями, делать только более релаксационные практики. Итак, в первую очередь, во время критических дней нам нельзя делать перевернутые асаны. Это закрытые скрутки, силовые асаны. Недолго стоять в балансовых асанах тоже нельзя. Делать какие-то манипуляции с животом. Глубокие наклоны и прогибы тоже не рекомендуется делать в период. Ну, то есть, все, что как-то может, не знаю, нас напрягать, истощать, лучше этого избегать. Лучше во время периода заниматься более расслабленными техниками, которые помогают смягчить боли, возможно, в первые дни менструации. В некоторых практиках, я говорю, вообще полностью запрещают девушкам заниматься в этот период. Хорошо, давайте остановимся. Перевернутые асаны, которые мы обычно не выполняем, они очень полезны. Но выполнять их во время менструального цикла нельзя. Почему нельзя? Можно я приглашу ассистента? Диана, тоже. Асаны, почему их нельзя выполнять? Когда? Да. Первая, одна из самых знакомых асанок, это салам пасарвангасана, поза свечки или поза березки, как мы привыкли называть ее. Когда мы вытягиваемся вверх, и наш таз получается выше головы. Во время менструального цикла, наоборот, все токсины выходят. И говорят, что перевернутых асанок, это препятствует выводу токсинов из нашего организма. Поэтому салам пасарвангасана и даже халасана и все другие вариации, когда наш таз выше головы, не рекомендуется делать. Хорошо? Есть еще более сложные асаны, стойки на голове, тоже делать не рекомендуется, потому что кровь притекает к голове, переворачивается и массируются наши внутренние органы. И запомните, что перевернутые асаны всегда, когда голова наша ниже, чем наш таз, делать эти асаны лучше не стоит. Хорошо? Спасибо, Тан, потихоньку опускайтесь. После перевернутых асанок, резко не поднимаемся, немножко отдыхаем. Глубокие и закрытые скрутки. Почему их делать тоже не рекомендуется во время инструации? Потому что у нас очень сжимается абдоминальная область во время скрутов. Например, такие асаны, как маричи асана. Это глубокое скручивание. Вы видите, что здесь, где вытянутая спина, но при этом живот зажат, брюшная полость зажата и скручена. Дышать в этом положении тоже достаточно сложно. Мы стараемся раскручиваться и взглядом тоже направляемся в сторону. При этом абдоминальная область сжимается, что также негативно влияет во время периода инструального цикла. Хорошо? Следующее упражнение, которое мы также не делаем, это силовые асаны. Но все те асаны, которые требуют ваших дополнительных физических усилий, это балансы на руках, стойки на руках, даже такие несложные асаны, например, как бакасана, тоже мы не делаем. Потому что тогда, когда у нас напрягаются абдоминальные мышцы, мышцы брюшной полости, такие асаны делать не рекомендуется. Даже если это есть в вашей ежедневной практике, позвольте себе немножко отдохнуть, потому что женщина – это в первую очередь энергия. Мы должны ее сохранять, а не тратить. Особенно в такой период этого являции животок. Как я уже говорила, они очень полезны для женщин. Они помогают женским органам, они помогают во время даже диастаза у женщин, они помогают наладить менструальный цикл. Но во время месячных делать их тоже нельзя. Тоже по той же самой причине, как живот у нас в это время очень сильно напрягает. Хорошо? Глубокие прогибы тоже не делаем. Если даже в вашей практике есть какие-то глубокие прогибы, которые и так очень сильно сжимают область поясницы, спина, вытягиваются, растягиваются область живота, лучше их избегать во время прогибы. А то мы все про вредно-вредно. Что же нам полезно делать во время гальции? Хорошо. Может быть, у нас вопрос ответит в конце, да, Асет? Не сейчас, по ходу. Хорошо. 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 Что же все-таки полезно делать во время менструального цикла? Полезно делать те Асаны, которые, возможно, уменьшают боли во время месячных. Это Асаны на расслабление. Супта-ватха-канасана, поза бабочки лежа. Очень хорошо помогает. Вы ложитесь на спину. Вы можете даже использовать одеяло и болстеры, чтобы вам было удобнее. И просто расслабляться, не напрягая поясницу. Мы тянем ягодицы от себя к пяткам. Колени разводим в стороны. Дышим спокойно, дышим животом и расслабляемся. Стараемся вытянуться к позвоночникам. Естественные прогибы в позвоночнике, они будут сохраняться. Но стараясь сгладить поясничный прогиб, можно вытянуть руки вверх или взять их в локтевой замок. Если вы чувствуете какие-то боли во время менструации, вы можете попросить своих домашних, возможно, своих любимых мужчин, чтобы они вам немножко облегчили эти боли. И подкладывая одеяло под колени, если ваши колени достаточно высоко, не слишком раскрыты, забедренные суставы, вы можете подкладывать одеяло под ваши колени и попросить вашего партнера мягко надавливать на ваши бедра. На колени не давим, а на бедра. Это будет и массаж, и приятный контакт между вами. Хорошо. Дальше. Пойдем, пойдем, пойдем. Дальше. Это хитахасана, поданушкасана. Асана, видите, помогу. Асана на баланс. Потому что не только боли нас могут тревожить во время менструации, но и легкое напряжение. Поэтому, когда мы встаем в эту позу, у нас раскрывается дозаведренный сустав. Мы чувствуем, как кровь начинает мягко растекаться по нашим ногам. И при этом сохраняем баланс. Мы сохраняем баланс не только нашего тела, но и нашего ума. Хорошо. То же самое касается и адхакандрасны, половины позы луны. Хорошо? Сразу выполняем. Можно с кирпичом. Да, часто бывает, что мы не дотягиваемся до коврика. Всегда вы можете использовать кирпич. Если у вас кирпичка нету, вы можете использовать любую подставку. Толстую книгу, энциклопедию или еще что-то. То же самое, если вы делаете домашнюю практику. Вы можете попросить своих родных, близких вам немножко помочь. Раскрываем таз, расправляем. Возможно, делая легкие вращательные движения ногой. Чувствуете? Это очень хорошо помогает. Но при этом долго задерживаться в этих асанах не нужно. Отдыхайте. Всегда отдых приятен в обычной позе, в баласане или в расслабленной короткой шавасане. Хорошо? Как у нас говорят, что у женщин, возможно, бывают у нас периоды ПМС. Когда лучше к женщине близко не подходить. Потому что настолько внутреннее состояние, настолько скачут гормоны, что даже самая спокойная девушка, она может как-то среагировать более огурно и так далее. Кроме того, появляется апатия. Кроме того, появляется, портится настроение и так далее. Поэтому для облегчения болей, как раз такие полезные перевернутые асаны, которые мы уже показывали. Также, даже беременным можно выполнять асаны. Такие, как баринка ранее и залабосарвангасы. Можно делать ее со стеной. И также использовать разные подставки под таз. Если вам тяжело держать таз наверху, вы можете подкладывать под свой таз кубики, болстеры, одеяло свернутые и так далее. Хорошо? Во вторую половину менструального цикла тоже полезны асаны, такие как халасаны, когда мы опускаем ноги вниз. Потому что это понижает выработку эстрогена и облегчает ход ваших месячных. Также все асаны на раскрытии тазобедренных суставов, они помогают женщине бороться с неприятными предмитеральным синдромом и болезнями месячными. Кроме того, йога и асаны помогают нам наладить работу эндокринной системы. На раскрытии таза? Хорошо. Давайте асаны на раскрытии таза. Они могут быть тоже разные. У нас очень много в йоге. Я не асан. Когда мы выполняем какие-то асаны, особенно полезные асаны в сиде. То есть стоя вам душу, вы тоже можете раскрывать таз. Но так вам понадобится партнер. А здесь вы можете это делать самостоятельно. Тем более, когда мы сидим и особенно наклоняемся вперед. Успокаиваемся. Внутреннее состояние становится более спокойным. Самое известное упражнение, и одно из самых полезных, это Джану Шуршасен. Когда мы сгибаем одно колено, притягиваем пятку ближе к промежности, но во время месячных и во время беременности. Прижимать пятку к промежности нельзя. Хорошо? Мы просто притягиваем ногу к себе и мягко наклоняемся вниз. Мы стараемся не просто положить свое тело вперед, но вытянуться от позвоночника и потянуться. При этом колено, возможно, открывается чуть больше в сторону. Хорошо? Можно так же сесть в бабочку. Сидя с опорой, можно сесть на какой-то кирпичик, у стенки. Можно в этом положении вообще смотреть телевизор, вязать. Ну или все, что вы любите делать дома, лучше делать в таком положении. Хорошо, давайте мы вернемся дальше к эндокринной системе. Эндокринная система, да, это наши эндокринные железы, которые отвечают за физическое и психологическое, психическое состояние и здоровье нашей женщины. Железы, эндокринные железы, они выделяют свой секрет непосредственно в кровь или в лимфу. И таким образом определяют и могут даже изменять женический состав нашей крови. Поэтому именно от слаженной работы всех гормонов зависит от здоровья. Говорят, что в нашем теле около 60 разных гормонов существует. И даже сбой одного может повлечь какие-то сбои в нашем здоровье, в настроении и так далее. Поэтому очень важно для гармонизации этих желез тоже выполнять различные асаны. Эти асаны также могут быть перевернутые асаны, стойки на голове, глубокие прогибы, такие как худжангасана, и глубокие скручивания, ноги за головой. Все эти асаны помогают. Но к вашей домашней практике вам нужно будет все равно, прежде чем вы начнете какую-то практику дома, в первую очередь поговорите со своим инструктором или с любым инструктором, который поможет вам составить комплекс. Кстати, в конце занятия мы составим примерный комплекс, который вы можете использовать дома. Также, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, пожалуйста, не занимайтесь сразу самолечением. Все-таки определите свой диагноз, определите состав своей крови, сдавайте анализы. Конечно, йога – это хорошо, и хорошо использовать разные техники йоги. Но только тогда, когда вы будете точно уверены, чтобы не навредить своему телу, чтобы не использовать какие-то… Видите, мы сколько асан посмотрели с вами, да, уже есть те, которые можно делать, полезны, и те, которые, наоборот, могут навредить. Поэтому в дальнейшем тоже симптомы замедляют процессы старения. Йога – это известно всем. И мое любимое, когда мы занимаемся на коврике, и девочки не хотят, они уже устали. Я говорю, зато вот эти асаны помогают разгладить морщинки, избавляют от цветных волос. И все такие сразу, о, да, ну тогда ладно, тогда мы это будем делать. Хорошо. Действительно, когда вы навредяете процессы старения, вы можете заметить, может быть, кто-то сам на себе испытал, да, что девушки, которые занимаются йогой, они действительно выглядят моложе лет на 5, на 10, и чувствуют себя при этом тоже так. У нас есть группа в студии девочек, которых за 50, на самом деле за 60, и за 70. И эти студенты, эти девочки ходят в любую погоду, в любое время, хоть ураган, хоть буран, хоть, не знаю, там, хоть что, они приходят на йогу, причем у них утренние классы, 8 утра начинаются, они приходят на занятия. Знаете почему? Не только потому, что они, не знаю, как некоторых приводят, что на йогу, сесть на шпагат или сделать что-то на голове, а потому что они действительно чувствуют эффект. И им эти асаны действительно необходимы. Например, вы посмотрите на Мадонну или Джулию Робертс, да, голливудские звезды, которые тоже занимаются йогой и при этом выглядят прекрасно. Вот, они знают этот секрет, что йога, она действительно помогает. И если вы только начинаете заниматься йогой, ну, пришли на занятия йогой в таком возрасте, конечно, сразу делать стойки на голове, сразу растягиваться на шпагаты, вам никто не скажет. Но делать простые восстановительные асаны, такие как сухтабадхаканасана, как баласана, расслабление, или даже вот маленькие такие мостики, они очень-очень-очень хорошо помогают восстановиться. В первую очередь нам нужно же восстановить свое здоровье, почувствовать свое тело, познакомиться. Потому что бывает, люди доживают там до 30, до 40, до 50 лет, и они до сих пор не знакомы со своим телом. Они до сих пор не знают, как наше тело работает, как мы дышим, как мы чувствуем. Вот. Ну и еще одно, это последствия нахождения на высоких каблуках. Признаюсь честно, когда я была молодой, несмотря на то, что на свой высокий рост, я постоянно ходила на высоких каблуках. Я хотела быть еще выше, еще, не знаю, какая-то там в моде, странная была. И заработала себе баррикозное расширение вен, заработала себе изменение структуры своей стопы. И, в общем-то, долгое время, ну, не знала вообще, как с этим бороться, что делать. И когда я уже пришла на йогу, совершенно по-другому начались ощущения. То есть боли в ногах, они исчезли. Раньше, первое, что, ну, я не занималась даже йогой, интуитивно, что я делала, но, возможно, это делает многие из девушек, да? Может быть, даже каждая, кто когда-нибудь ходил на высоких каблуках, когда ты приходишь домой, снимаешь, выбрасываешь эти каблуки куда-нибудь подальше, ложишься на диван, ноги наверх закидываешь, да? Было такое? Чувствовали, когда-нибудь такое? Да, действительно, это очень хорошо помогает, когда кровь стекает с наших вен, облегчаются боли. И вот во время занятий йогой тоже очень хорошо укрепляются ноги, укрепляются лодыжки. При этом начинает восстанавливаться венозный отток в венах, да? И циркуляция крови. Перевернутые асаны. Асаны на расслабление. И такие слабые даже асаны, как поза треугольника, скажите, поза треугольника, они очень хорошо помогают. Вот посмотрите, я сейчас встала в позу ухида треугольника, поза треугольника. В этом положении наши ноги вытянуты, но они при этом не напряжены. Нужно в йоге мы тоже учимся различать эти понятия напряжения и работы внутренней, да? То есть излишнего напряжения у нас нет. У нас подтягиваются колени, укрепляются лодыжки. И происходит хорошая циркуляция крови в ногах. Хорошо, мы притягиваемся. У треугольника, конечно, еще очень много различных положительных эффектов. Но если говорить про ноги, то это здесь. Поза воина номер два. Пожи, пожалуйста, подожди, согнилась. Здесь тоже укрепляются колени. Укрепляются, потому что когда мы долго ходим на каблуках, у нас также изменяется работа в коленных суставах. Часто начинают болеть колени. И с возрастом тоже. Почему? Потому что мышцы вокруг коленных суставов тоже не развитые. Поэтому позы воина и позы треугольника тоже можете себе брать в вашу практику для укрепления ног. А для расслабления ног мы также используем перевернутые асаны. Для того, чтобы вы также можете просто закидывать, приходить домой, закидывать ноги на стену, лежать на диване. И если ваше домашнее используют, там, мам, а кушать когда? Вы скажите, подождите, я йогой занимаюсь. И можете спокойно лежать ногами. Совсем все меняется. У женщины, когда наступает новый период, период беременности. Это прекрасный период, когда все в нашем теле изменяется. Изменяется форма нашего тела, ощущения внутри, состав крови, гормоны. Все изменяется. Я не буду долго останавливаться на именно йоге на беременных, потому что это очень обширная тема. Но хочу сказать, что занятия йогой очень хорошо помогают девушкам и во время беременности. То есть, начинать чувствовать свои изменения в теле. Начинать чувствовать и принимать себя такой, как она изменяется. Принимать и любить своего ребенка уже с первых дней от зачатия. И контаксировать с ним. Уметь дышать. Уметь двигаться. Помогает также снимать отеки и так далее. Во время родов очень хорошо помогает знание о йоге. Знание о том, как правильно дышать и как правильно работать со своим телом. И восстановление после родов тоже только на классах йоги очень хорошо помогает. Не нужно ходить к психологам. Не нужно пить какие-то гормональные препараты. Даже если возникают проблемы с тем, как выносить ребенка или как забеременеть. Йога тоже имеет на это свои ответы. Но, конечно, если вы вдруг в положении, и даже если вы до этого занимались йогой в обычных классах, вам нужно предупредить своего преподавателя, чтобы он полностью изменил вашу практику. Или вам нужно записаться на специальные классы йога-катеринга. И йога в период менопаузы тоже важный период для каждой женщины. Ведь физическое здоровье женщины изменяется. Ее состояние изменяется. И особенно начало климатического периода, оно ознаменовано разными неприятными такими симптомами, как нарушение сна, приливы, приступы жара, скачки настроения и так далее. Ну и так вот, йога тоже знает ответы на то, как помочь женщинам перейти этот период и пройти его, скажем так, достойно. А возможно даже отсрочить. Почему мы занимаемся йогой во время месячного менопаузы, да, и почему он популярен? Возможно, почему наши классы, девушек тем, кому за 50, становятся более-более популярны, да? Потому что мы... Йога — это достаточно мягкая практика. Особенно для взрослых женщин каждый раз более такая глубокая практика. Более мягкая. Сводится вероятность переутомления. С медленной нагрузки, плавные текучие состояния. Стимулируются очень мягко обменные и гормональные процессы в организме. Это положительно влияет на эмоциональное состояние женщины. Способствует профилактике вегетососудистых нарушений. Ну и так далее. В первую очередь, конечно, привлекательность и настроение, самоощущение женщины. Это очень-очень важно. И есть позы, которые тоже очень полезны во время этого периода. Это субтабадхаханасана, о которой я уже говорила несколько раз. Это одна из ключевых вообще асан в йоге. В йоге для женщин. Поэтому ее тоже можете выполнять дома, прям каждый день, вечером, после того, как пришли с работы, для того, чтобы восстановить свои силы. И парита карани, и сеттубадхахасанасана, и такой маленький мостик. Хорошо помогают при депрессиях, при нервных напряжениях, и даже могут бороться с бессонницей. Хорошо. Кроме того, не только асмы. Часто сейчас говорят, что йога – это не только асмы, это не только упражнения. Но и в первую очередь, когда вы уже восстановили свое тело, когда вы уже начали свое тело понимать, мы переходим на более глубокий уровень наших практик. Это медитации и практики дыхания. Спокойное, размеренное дыхание, дыхание животом, когда мы делаем глубокий вдох, глубокий выдох. Мы дышим, используя весь объем наших легких. Очень хорошо помогают нам успокоиться. Наш У и наше тело очень любят ритмы. Поэтому в йоге рекомендуется дышать ритмично. Не так, как придется. А, например, на 4 удара вдох и на 4 удара выдох. Спокойные вдохи и выдохи, когда мы можем делать равные по длительности вдохи и выдохи. Давайте сейчас немножечко подышим снова. Хорошо? Готовы? Сядьте с ровной спиной. На ваши внутренние ощущения в теле. Сделайте глубокий вдох и глубокий выдох. И дышите ритмично с пропорцией 1 к 1. Четыре удара вдох, четыре удара выдох. Не торопитесь и расслабьтесь. Проверьте, ровная ли у вас спина. Расслабленное ли лицо? Легко ли вам даются вдохи и выдохи? Наблюдайте за состоянием вашего ума в это время. Постарайтесь быть осознанными. Просто дышим. Четыре удара вдохи и четыре удара выдоха. Еще раз глубокий вдох. И выдох постепенно отбирайте глаза. Можно дышать ритмично. Выдох дольше. Да, у каждого объем легких разных. У каждого свой уровень подготовки. Поэтому вы можете начать, допустим, с дыхания 4 на 4. И увеличивать его на 1, на 2, на 3. И растягивать даже на 15, на 15 ударов. Так как вам комфортно. И вот эта простая техника дыхания тоже очень хорошо помогает нам восстановить напряжение после тяжелого дня, бороться с бессонницей, депрессией и так далее. Есть очень много техник дыхания. В пятницу у вас будет специальный класс. Обязательно приходите. И практики медитации тоже. Особенно на хандалини йоги. Специальное направление йоги. Там тоже разные-разные техники, которые вы можете использовать. И сейчас давайте быстренько, уже у нас мало времени, я предложу вам короткий комплекс, который вы можете использовать дома. Комплекс АСО, который вы можете использовать дома. Если у вас есть там свободные 15 минут, всегда пожалуйста. Мы всегда начинаем с положения сидя. Ну не всегда, но я рекомендую на своих классах и с практики, например, дыхания. Вы можете, как вы сейчас только что пробовали дышать. Дышать осознанно и глубоко с пропорцией 1 к 1. Подышать так, ну скажем, несколько минут. Хотя бы 2-3 минуты. Сейчас мы с вами подышали всего 1 минуту и уже, возможно, вы почувствовали какое-то внутреннее расслабление и настройку. Вы садитесь с ровной спиной. Очень важно, чтобы сохранялось ровное положение вашего позвоночника. Не было напряжения в коленях. Не напрягалось лицо. Настраиваемся на практику. И мягко разминаем шею и голову. Наклоны право, влево, вперед, назад. Хорошо. Разминаем плечи. Круговые простые движения. Вперед и назад. Хорошо. Мы начинаем просто чувствовать свое тело. Понимая, что происходит, можно потянуться вверх, особенно если это рано утром, и почувствовать, как наше тело растягивается вверх, вдох, и выдох потянуться в одну сторону, в другую сторону. Хорошо. Отлично. Мы переходим дальше. К позе Маджириасана. Поза кошки. Когда мы встаем на колени и ладошки, и несколько упражнений для того, чтобы расслабить полисницу, расслабить грудной отдел позвоночника. Но вместе с дыханием, также с обдохом мы прогибаемся. На выдохе круглая спина. И взгляд, направляйте на боку. Мягкие движения, несколько повторений. Например, 8-10 повторений, в принципе, уже достаточно. Хорошо. Следующая поза – это Брикшасана. Поза дерева. Это балансовая асана. Она помогает нам скоординировать наше движение, наше внутреннее состояние, успокаивает, выравнивает осанку, укрепляет мышцы ног. Самая простая балансовая асана. Вы всегда, возможно, вы ее часто встречали в каких-то картинках про йогу. Брикшасана – поза дерева. Можно вытянуть руки вверх, если у вас все хорошо балансованы. Или руки в разные стороны. Различные вариации позы дерева. Утхита-триканасана – поза деревоугольником. Расстояние между ногами примерно равняется где-то 3,5 ваших стоп. Примерно расстояние, может быть, клеток, может быть, чуть больше, метр 20. Триканасана – она помогает нам улучшить работу кишечника, внутренних органов, живота. Очищает кровь, укрепляет ноги, вытягивает, укрепляет спину, вытягивает позвоночник и очень хорошо работает сталь. Обязательно делайте на обе стороны – на одну сторону и на другую сторону. Можете начинать с пяти дыханий на каждую сторону. И если уже у вас более есть опыт в йоге, то растягивает на восемь дыханий. Хорошо. Можно также использовать разные, если у вас есть время, позы воина. Воин номер один. Когда ваша передняя нога 90 градусов, руки вытянутые вверх. Также укрепляет мышцы ног, подтягивает живот, вытягивает спину. Воин номер два. И другие вариации воинов. Далее мы переходим к позам сидя. Так как у нас всего утром немного времени, обычно всего минут 10-15, можно уделить. Джанушу Шасана. Мы уже сегодня показывали эту асану. Эта поза очень хорошо тоже тонизирует работу печени, селезенки, почек. И улучшает внутреннее состояние. Психологическое состояние женщины. Любой наклон помогает нам. Раскрывает изобедренные суставы, вытягивает позвоночник. Хорошо. Батха-канасана. Поза бабочки. Вы можете сначала покачать вашими ногами, как пылеями бабочки помахать. Но главное помнить, что нужно сидеть с ровной спиной. Хорошо. 8. От 8 до 15-20 циклов дыхания. И мы завершаем обычно практику перевернутыми асанами. Это саламбасарбангасана поза свечки. Или если тяжело держать таз, или у вас период, или просто сложности с выполнением асаны. Вы можете подкладывать под таз кирпичик или делать это позже стены. В перевернутых асанах полезно находиться тоже около восьми-десяти циклов дыхания. Можно опускать ноги вниз, как халасана. Колени прижимать к ушам. Вытягиваете грудное для позвоночника. Хорошо. И мягкие. Мягко возвращаемся назад. Для того, чтобы восстановиться после перевернутых асан, какое-то время вы можете потянуть коленки и грузи и покататься вперед-назад и вправо и вверху. Расслабить мышцы спины. И завершаем практику всегда. Одно из самых любимых асан на каждом занятии йогой это шавасана. Поза трупа, да? Когда все наше тело расслаблено. Расслабляется не только тело, но и расслабляется ум. Шавасан очень хорошо помогает для того, чтобы снимать стресс, восстанавливаться. И в конце не забудьте поблагодарить себя. Не забудьте улыбнуться себе и пожелать себе здоровья. И пожелать себе хорошего настроения и счастья. Спасибо вам большое. И поднимая таз, ты сначала подкладываешь кирпичик под поясницу. В какое-то время можно полежать даже так. Это очень хорошо снимает боли с поясницы, напряжение с области поясницы. И вытягивает, подготавливает нас к какому правилу. Хорошо? А, на доске. Да, ну да. И потом, можете, если у вас есть силы и возможности, поднять ноги вверх. Если нет возможности поднимать ноги, можно делать это возле стены. Ну, вот если бы я была стеной, да, то я взялся к нему. Как будто я стена. Да. Она поднимает свой таз, опираясь на стену, да, и потом потихоньку начинает вытягивать ноги вверх. Хорошо? Обычно люди, девушки, у которых есть лишний вес, или, ну, в возрасте им тяжело, тогда лучше использовать именно кипички. Извини, кипичка, можно подстелить одеяло, можно подстелить какие-нибудь подушечки. Это тоже всегда хорошо работает. Ну, еще у кого-то есть, по-моему, судя по-моему? Делать можно. Собак можно и вниз делать можно. Это, наверное, единственная атома перевернутая, которую делать можно. Можно делать и во время беременности, и во время менструации, и во время паузы. Тоже очень хорошо восстанавливается. Можешь, Анна Петрович? Да. Если наследственная репост, то реабилитация. Через сколько времени? Через сколько времени? Мне это, знаете, это сложный вопрос, говорить о времени. В зависимости от запущенности, да, от стадии. В зависимости от того, как часто вы будете заниматься. В зависимости от того, как вы занимаетесь ваше тело. Необходимо, по правилам, да, три раза в неделю, там, допустим, каждый день. Акцент делать на каждый день или сделать на каждый день? Нет, вообще, если вы только начинаете практику, я не рекомендую заниматься каждый день. Конечно, в некоторых практиках, ну и я сама, я занимаюсь и делаю свою практику шесть раз в неделю, каждый день, с одним выходным, и занимаюсь во время полнолуния и новолуния. Каждая умная луна такси, актуарная, геоги. Да, лунные циклы тоже влияют на состояние нашего тела. Почему? Потому что, ну, луна влияет на жидкости, да, и в нашем теле очень много жидкостей, поэтому, ну, есть люди просто более подверженные влияния на луну, есть менее подверженные. Но женщины часто подвержены влияния. Это у нас рождение луны, и у вас было и один день занимание на сколько? Нет, нет, один только день, один день. Честно, я сегодня день пропускаю. Но если говорить по времени, ну, скажу честно, даже занимаясь йогой, вот так вот, как я занимаюсь сейчас, да, я полностью, конечно, не избавилась от гликозы, да, но боли они уже давно прошли. И она, ну, то есть болезнь она не прогрессирует. Поэтому каждый очень индивидуальный. Поэтому, к сожалению, точных зроков сказать не наскольте. Ни больше вопросов от аудитории? Позвольте мне пригласить... Как вы? Да. Вот вам маленький презент. Это индийские полезные вещи, аэромедические препараты, мыло, кокосовое масло и все то, что поможет вам, вашему здоровью. Спасибо вам большое. Будьте здоровы! У нас есть с вами две минутки. Я сейчас хочу вас попросить снова сесть с ровной сменой. Закройте свои снова глаза. Делайте глубокий, спокойный, вдовок. Почувствуйте, как вытягивается ваша голова, в обед, словно маленький росток, вы тянетесь вверх, в опустое вашей головы. Представляете, как внутри вас распускается цветок. И вы тянетесь вверх, улыбаетесь вверх, улыбаетесь вашим сердцем, улыбаетесь вашими глазами, животом. Мысленно пожелайте себе здоровья. Пожелайте себе энергии. Пожелайте себе счастья. Заберите ваши ладони, встаньте на масте, уберите ладонь в ладони. Почувствуйте тепло между вашими ладонями, тепло вашего сердца. Мысленно подумайте о своих родных и близких, а тех, кого вы любите и кого храните в вашем сердце. Ваши дети, родители, друзья. Увидите их улыбающиеся, счастливые глаза. И пожелайте им здоровья. Пожелайте им счастья всего вашего сердца. Улыбнитесь им в самые сильные, чистые руки. И сейчас, чувствуя эту любовь в вашем сердце, представьте всех самых счастливых людей в этом мире на другом континенте или в соседнем доме тех людей, которых вы даже не знаете. Представьте, что вы можете поделиться с ними вашей любовью. И сейчас представьте, возможно, тех людей, которые в данный момент страдают от болезни и боя, голодом, холодом. И направьте им свою любовь, направьте им свою энергию. Поделитесь своей энергией с ними. И от всего сердца пожелайте всем живым существам на этой земле счастья. 6 минут по секрету изнесите. Я желаю всем счастья. Я желаю всем. Входьте в дом, с выдохом открывайте ваши глаза с улыбкой. Спасибо вам большое за то, что слушали меня, за то, что вы не знаете. Спасибо.